Что может дать определение молекулы? Итак, молекула это... Тихо, руки... Здесь не выкрикивают... Молекула это данные межместиции сохраняющие генетическое состав Генетическое свойство Генетическое свойство данного вещества Так, ребята, давайте вот как договоримся Если вы хотите хоть что-нибудь понять и как следует разобраться Учить определение совершенно необходимо Без этого вы через 3-4 дня перестанете меня понимать совсем Потому что я буду переходить на все более и более профессиональный язык Если вы не будете знать определения, которыми я буду пользоваться Вы просто перестанете понимать Итак, молекула это мельчайшая порция вещества Сохраняющая его генетическое свойство Поднимаете руки, кто может дать определение атома Прошу Да, мельчайшая генетическое делимое часть вещества Именно так Мельчайшая генетическое делимое часть вещества Отлично Как называются составные единицы атома? Итак, как называются все вместе составные единицы любого атома? Прошу Протоны Плохо, это не все вместе Прошу Элементарные частицы Элементарные частицы Теперь, какие элементарные частицы мы с вами разбирали в списке? Протон, нейтрон и нейтрон Отлично Ну и теперь последнее, на чем мы, собственно, с вами завершились Кто может, никуда не заглядывая, перечислить основные характеристики электронов Прошу вас Ну, вокруг ядра Вокруг ядра, согласен Прошу Прошу Весь там масса ноль В химии Да Так С точки зрения химии, масса электронов разнуются к нулю Считается, что в атоме весят только ядро А физик бы с вами поспорил И сказал, ну что, у электронов есть масса Да Она просто, в общем, в 10 тысяч раз меньше, чем протоны Вот Но для физики это важно Не считайте, что у электронов совсем нет массы Неверно Но химических расчет Этой массой пренебрегают Слишком мало Массу электронов в химии принимают нулевую Прошу Отрицательный заряд Ну, отрицательный заряд Заряд равен минус 1 Вот Заряд электрона равен минус 1 Ну а теперь примерно все Теперь, пожалуйста, по протонам Все свойства протона Не заглядывай в таблицу Кто может перечислить? Так Ну давайте Имеет массу 1 Так И значит, у него заряд Одну тонну, один килограмм Нет, одну атомную единицу Вот это другое дело У него нулевой заряд И он совсем не длинный Протон у него заряд Ой, у него заряд плюс 1 Так Плюс единица И Движение 0 В рамках атома нулевое движение Ну, потому что метро Ну, для этого я не длинный Ну, потому что я делаю Я не вижу Так Ага, ага, ага. Можно? А кто может немножко иначе тоже мыслить, прошу? Потому что все остальные скорости измеряются относительно их. Поэтому скорость равенствия 0 все время. Именно так. Просто мы считаем, что ядро стоит на месте. Так? Да. Но если стоит на месте, то какая скорость движения у него? 0. 0. Вы отошли от Москвы на 20 км со скоростью 4 км в час. Вопрос. С какой скоростью двигалась Москва? 0 км в час. Москва стояла на месте. Вы двигались относительно города. Хорошо. А если посчитать точку отчета, не Москву, а лично вас? В этом случае вы двигались или не двигались? Стояли, конечно, не двигались. Нет. А что делала Москва? Двигался. С какой скоростью? Нашей. 4 км в час. Это понятно? Так что на самом деле все зависит от того, кто принимается за точку отчета. Но в атмосе до точка отчета это видно. Славно. На третий элемент. Да? Вот ядро. В ядре три протона. Три нейтрона. Это значит на орбите сколько электронов? Три. Три электрона на орбите. При этом они все на одной орбитали сидят или нет? Можно ли на одну орбиталь посадить три электрона? Нет. Нет, нельзя. На первой орбитали сколько электронов будет? Два. Два электрона. Условно обозначены точками. Да, с антипараллельными спинками. Согласен. Значит, в результате третий электрон вынужден занимать следующий орбиталь. Да. Что можно сказать о энергии этого третьего электрона? Она выше, чем в обеду. Выше. Энергия третьего электрона выше. Да? Он уже на втором энергетическом уровне. Причем. А может ли какой-нибудь электрон вот сюда попасть? Между первым и вторым уровнем? Нет, не может. Нет. Помните модель Козы? Да. Помните, что манеж в цирке ступенечки? Да. Может ли Коза бегать между ступеньками? Нет, для Клепа не с этого не будет. Нет. То есть, на самом деле, переход возможен только скачком. Энергия повышается только скачком. Или, как в физике говорят, дискретно. А не плавно увеличивается. Такое вещество, такой элемент, стоящий из окна в такой конструкции, будет называться литий. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.